Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика» в студии у Ольги Пырычкина. И сегодня в выпуске. Труд? Крут. Михаил Игнатьев встретился с активистами студенческого трудового движения. Жизнь Отечеству, честь никому. В день российского кадета присягу приняли воспитанники Чебоксарской кадетской школы имени Героя Советского Союза, полковника Кочетова. Шагают дружно в ряд. В школьных учреждениях столицы Чувашии проходит военно-патриотический фестиваль. Итоги социально-экономического развития за 2015 год подвели в Урнарском районе. В серьезном обстоятельном разговоре о том, каких успехов добился муниципалитет, какие проблемы надо решать, в первую очередь принял участие глава республики Михаил Игнатьев. Лучше всего о результатах работы говорят цифры. Глава администрации Урнарского района сообщил, что социально-экономическое развитие территории в 2015 году характеризовалось ростом объемов сельхозпроизводства, увеличением объема отгруженных товаров. Консолидированный бюджет района исполнен почти на 600 миллионов рублей, что больше, чем в 2014 году. Руководству района необходимо эффективнее пополнять доходную часть муниципального бюджета. К примеру, задолженность перед районной казной по арендной плате накопила агрофирма «Колос». Долг превышает 2 миллиона рублей. Есть задолженность по платежам в бюджет и у завода СОМ. Глава республики поручил в кратчайшие строки разобраться в ситуации на этих предприятиях, чтобы понять, насколько они платежеспособны. На комиссии по недоимщикам рассмотрите, с приглашением банкиров и так далее. Мы не должны там конфиденциальной информацией влезать, но мы должны представлять, что уже будет произойти. Хорошо. В районе уделяется большое внимание развитию социальной инфраструктуры. В этом году открывали в районе Трифапа непосредственно двух участников Михаила Васильевна открытия. Это через Шемеры и Янбахтина, Янышева. Я участвовал на общую сумму где-то 7,6 миллионов рублей. Открыли детский садик на 145 мест стоимостью 66,2 миллиона рублей. Уже сказано было строительство футбольного поля. Оно продолжится и в следующем году там не доделано. В 2015 году отремонтировано очень много дворовых территорий. Что касается профиля здоровья, то специалисты уже определили перечень заболеваний, профилактике которых надо уделять особое внимание. Еще одной причиной преждевременной смертности называют злоупотребление алкоголем. Зависимых надо лечить спортом, резюмировал Михаил Игнатьев. Тема активной занятости на селе прозвучала и на встрече главы Чувашии с молодежным активом района. Среди них фермеры, предприниматели, библиотекарь и учителя. Анастасия Кириллова даже и не думала о профессии библиотекаря, но попав в библиотеку на практику, окунулась в эту жизнь всей душой. Очень люблю свою профессию, очень горжусь ею. Начинала практикой библиотекарем, сначала на панементе, потом в читальном зале, затем я стала методистом, заведующей методическим отделом. И вот в прошлого года я работаю заведующей отделом детской литературы. Михаил Игнатьев выразил признательность молодым специалистам за верность профессии. С помощью таких активных молодых людей сделать сельскую жизнь комфортной. Вполне посильная задача, резюмировал глава Чувашии. Татьяна Молок, Водорина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Итоги социально-экономического развития еще одного района Мариинска-Пасадского подвели сегодня. В совещании приняла участие заместитель председателя кабинета министров Алла Салаева. Подробнее о результатах работы муниципалитета в прошлом году смотрите в нашем следующем выпуске. Сегодня в Республике Единый информационный день. Его тема – обсуждение послания главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному совету. В рамках единого информдня обсудили также изменения в пенсионном законодательстве и меры по обеспечению пожарной безопасности. Информационные группы выехали в малые и наиболее отдаленные населенные пункты, где провели встречи с жителями сел и деревень. Также был организован прием граждан по личным вопросам. Они называют себя бойцами, но несут исключительно мирную миссию. Сегодня студенческое трудовое движение России впервые официально отмечает свой праздник. Оно насчитывает более 240 тысяч молодых людей из 72 регионов страны. Чувашское региональное отделение существует уже 15 лет. Сегодня самые активные его участники встретились с главой Чувашской республики. За годы работы через студенческие отряды Чувашии прошли более 55 тысяч человек. Сейчас в республике на базе образовательных организаций действуют 9 штабов. Свободные от учебы месяцы ребята работают вожатыми в детских лагерях, проводниками в поездах дальнего следования, в сфере обслуживания, участвуют в строительстве крупных объектов. Особый след оставляет летний период, когда у студентов наших есть возможность проявить свои способности и в труде, и приносить пользу. А самое главное – самим получить опыт практической работы при общении к профессии. И многим удается, особенно руководителям студенческих отрядов, удается почувствовать себя качеством лидера руководителя. Бойцы студенческих отрядов не являются квалифицированными рабочими. Иногда это смущает руководителей строительных организаций. Но лишь поначалу, пока они не оценят огромное желание трудиться, говорит директор Центра молодежных инициатив Юлия Иланова. Но все же в ближайших планах организации начать обучение студентов по смежным профессиям. В числе самых востребованных – каменщик, бетонщик, арматурщик. Это поможет региональному отделению повысить свой уровень. В последние пять лет наш региональный штаб входит в тройку лучших штабов Приворского федерального округа. А по итогам 2015 года мы заняли первое место по численности бойцов в Приворском федеральном округе. Студенческие трудовые отряды – это особая субкультура. Это большое количество единомышленников. Даже в официальной обстановке зала Дома правительства они готовы достать гитару и спеть. Но то, что мы с вами сегодня подстроили, будет веками стоять. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Чебоксарах сотрудники ГИБДД провели рейд по проверке наличия детских кресел в автомобилях. С 7 до 9 утра возле образовательных учреждений города дежурили 6 экипажей ДПС и проверяли, как соблюдают родители правила безопасности при перевозке детей. По правилам дорожного движения ребенок до 12 лет не должен перевозиться на переднем сидении. Перевозка детей даже в детском кресле, но на переднем сидении может нанести травму, утверждают специалисты. Самое безопасное место для установки автокресла в машине – это сзади, в середине салона. Мы категорически не рекомендуем устанавливать детское автокресло рядом с водителем на переднем пассажирском сидении. Ремни безопасности в любой машине, хоть в иномарке, хоть в отечественной, они рассчитаны на рост взрослого человека. Это рост метр пятьдесят и выше. И если ваш ребенок ниже этого роста, то ремни безопасности проходят ему через шею, а не через плечо и грудную клетку, как положено. И в случае ДТП эти ремни безопасности, если ваш ребенок без кресла, они просто превратятся в удавку. В январе этого года в ДТП пострадали пятеро детей. Двое из них находились в детских креслах. За два часа работы экипажи ДПС составили 10 протоколов. Штраф за отсутствие детского удерживающего устройства – три тысячи рублей. Но с нового года вы можете заплатить полторы тысячи рублей, если сделать это в течение 20 дней. Почти все водители обещали купить автокресло в ближайшее время. В ГИБДД напоминают, что если вы купили кресло, уже бывшее в употреблении, убедитесь, что оно не побывало в ДТП. Госавтоинспекция намерена проводить подобные рейды регулярно, пока не научат всех чебоксарских водителей перевозить своих детей по правилам дорожного движения в детских удерживающих устройствах и пристегнутыми. Жизнь Отечеству – честь никому. Сегодня, в День российского кадета, присягу приняли воспитанники Чебоксарской кадетской школы имени Героя Советского Союза, полковника Александра Кочетова. Себя допусти честь свою и школы! Клянемся! Воспитывать в себе лучшие человеческие качества! Клянемся! До сегодняшнего дня просто ученики пятых классов, а теперь кадеты. Сегодня они получили кадетские книжки. Самые отличившиеся ученики из рук – главы Чуваша и Михаила Игнатьева. Товарищ глава Чувашской республики, воспитанник Александрова для получения кадетской книжки прибыл. Поздравляю! Служу Российской Федерацией кадетской школе. С участием по 11-12 лет. Какую профессию ребята выберут в будущем, покажет время. Впрочем, статистика свидетельствует – с формой во взрослой жизни расстаются немногие. Полагаю, практически многие кадеты поступать в военные училища станут достойными офицерами вооруженных сил Российской Федерации. Покасаясь кадетских классов, их всего у нас в 88, 4 кадетские школы, мы приняли на уровне правительства Чувашской республики, реализовывающие решения, придали статус республиканского уровня. Республики, мы будем строить новую республиканскую, вообще, конецкую школу. Несмотря на юный возраст, новоиспеченные кадеты понимают – их форма не для красоты. Теперь я стану военным, буду защищать свою родину. На наших плечах большая ответственность. Я уже с малого детства мечтала поступить в кадетскую школу, здесь учиться, узнавать разные корабли, как они называются, получать медали, награды. Может быть, и дальше пойду по военной части, в Суворовское училище. Сейчас мы собираем с ней вместе старинный корабль, и на следующий год будем уже участвовать в конкурсах с этим кораблем. Поэтому у нас надежда есть на дочку, что будет потом мореплавателем. Сейчас это надежда родителей в будущем, надежда страны. В Чебоксарских детских садах проходит военно-патриотический фестиваль. Малыши встречаются с представителями военных профессий, участвуют в конкурсе чтецов, поют патриотические песни. В детском саду «Рудит» сегодня прошел смотр строевой подготовки. Кто шагает, дружно прят, юный летчикам прят. И не только летчиков, а еще юных пограничников, моряков и десантников. Каждая команда подготовила к фестивалю речевку, девиз, творческий номер. Ну и, конечно, ребята научились маршировать, как настоящие солдаты. Фестиваль строевой подготовки проходил в детском саду «Рудит» впервые. В конкурсе участвовали не только его воспитанники, но и ребята третьего детского сада. Идея необычного праздника появилась месяц назад. Закипела работа. Мы шили костюмы, мы изучали литературу, мы готовились каждый день. Каждый отнесся с большим интересом и серьезностью. Конечно же, такая работа, она воспитывает в детях чувство любви к своей родине, чувство коллективизма, когда они в единой команде дружно и маршируют, и поют, и изучают нашу российскую армию. Особая нагрузка легла на командиров отрядов. Миша Скворцов раньше хотел стать полицейским, но после фестиваля передумал. Наша команда называется «Десантники», «ВДВ», «Голубые береты». А кто такие десантники, ты знаешь? Они летают в воздухе, плавают, дерутся. Я когда вырасту, хочу тоже стать десантником. Меня выбрали командиром, потому что у меня звонкий голос, и меня все слушаются. Мне понравилось, как наша группа выступила дружно, все с характером, и как они станцевали танец и маршировку. Маршировка – это очень отважно. Кубки и призы достались всем командам, но намного важнее подарков – новые знания и желание стать защитником Отечества. Мария Шоклева, Олег Якимов, «Республика». Это все новости на сегодня, но я с вами не прощаюсь. Сразу после информационного выпуска в эфир выйдет программа «По существу». О том, что привлекло бельгийца в Россию, почему он решил остаться, что общего у православия и католичества, и что такое широкая русская душа, мы будем говорить с директором христианского культурного центра «Покровские ворота» Жаном Франсуа Терри. Субтитры подогнал «Симон»